Физическая культура – неотъемлемая часть современного общества. При этом важен спорт как профессиональный, так и любительский. Здоровительный эффект спорта сложно переоценить. Регулярные физические нагрузки резко снижают заболеваемость населения, развивают память, внимание, мышление человека. Многие воспринимают спорт как активный отдых, а также возможность воспитать силу воли и характер. В Северском районе развитию физкультуры и спорта уделяют особое внимание. Наиболее популярны в нашем муниципалитете борьба, акробатика, футбол, волейбол и даже хоккей. 2019 год был отмечен серией масштабных спортивных мероприятий. Одно из самых зрелищных в Северском районе – это бег на гору Собер. Движение Верх – так называется это увлекательное мероприятие. В нем принимают участие не только кубанские спортсмены и бегуны из Республики Адыгея, но и представители Москвы, Самары, Омска и других регионов России. Мы не первый год участвуем на этом забеге. Это уже наша традиция. Где-то с 2013 года мы приняли участие. Выпускаем очень редко мероприятие, только по самым важным причинам. А так стараемся все дела просить и обязательно приехать на этот забег. Главное условие для участия – предварительная кроссовая подготовка. Горный бег физически сложен, требует от спортсмена выносливости и умения рассчитывать собственные силы. Такие мероприятия делает здоровый образ жизни популярным. Поселок Афивский регулярно принимает у себя зональный этап соревнований «Спорт против наркотиков», где у спортсменов есть возможность показать себя в таких дисциплинах, как дартс, прыжки со скакалкой, комбинированные с тафетом. Северский район регулярно участвует во всероссийских спортивных акциях. В средней школе 45 проводилось необычное мероприятие, «Зарядка» с представителями правопорядка. Лейтенант внутренней службы Иван Хорошман провел с учащимися разминку и показал ряд приемов самообороны. Для многих спорт – это не только занятие с тренером в тренажерном зале. Иногда гораздо важнее бывает дворовая команда. Часто будущие чемпионы знакомятся с любимой игрой на спортивной площадке возле дома. Любительский спорт нашел широкую поддержку на территории Северского района. Стадион «Олимп» стал ареной, на которой состоялся всекубанский турнир по уличному баскетболу на Кубо губернатора Краснодарского края. Участвуют в состязании только детские дворовые команды. Спортсмены самого разного возраста и уровня подготовки имеют одинаковые шансы заявить о себе. Такие встречи всегда зрелищны, поэтому привлекают большое количество участников и зрителей. Занятие спортом для многих становится образом жизни. Для того, чтобы спорт был действительно массовым, необходимо сделать его доступным. Для поселения района очень важно иметь собственные спортивные комплексы, которые универсальны по своей сути. В школе номер 4 поселка Афибский начал работу новый спортивный комплекс. Он оснащен всем необходимым для занятий. Укреплять тело и дух юные спортсмены могут буквально со школьной скамьи. Мы рады, что мы имеем такой прекрасный спортивный зал, что дети наши уже имеют возможность заниматься более, как сказать, эффективнее. И, конечно, спасибо, наверное, руководству и краевому, и районному. Я очень рада, что мы именно в этой школе учимся. И вообще, я благодарна, я думаю, что от лица всех родителей я выражу эту благодарность за то, что предоставили нам этот спортсал, потому что действительно детям это нужно. Это спорт, это здоровье, в первую очередь. Спортивные состязания проводятся даже среди детских садиков. Дешкалята, спортивные ребята, по таким девизам на Северском стадионе «Элим» прошла спартакиада среди детских садов района. Подобное мероприятие проходит уже во второй раз. Это 18 команд, каждая из которых состоит из трех воспитанников, трех родителей и педагога. Спортивные дисциплины самые разнообразные – хоккей на траве, стрельба, эстафеты. Спортивные достижения – лучший способ доказать силу человеческого духа. Не остается в стороне интеллектуальные состязания. За шахматной доской места хватит всем – и опытным гроссмейстерам, и начинающим игрокам. В турнире на Куба главы муниципального образования «Северский район» по быстрым шахматам приняли участие 84 спортсмена. Каждый участник турнира мог подтвердить уже имеющийся разряд или получить более высокий. Традиционно в районе отмечается Международный день шахмат. В открытом турнире, приуроченному к этому дню, принимают участие спортсмены из Кропоткина, Анапы, Краснодара, Техорецка и Новороссийска. Открытый чемпионат в Северском районе организуется начиная с 2010 года. Наши земляки всегда в числе победителей и призеров. Активно проводятся мероприятия, пропагандирующие военно-прикладные виды спорта. В защите Родины готов – так называется слет военно-патриотических клубов Краснодарского края, который состоялся на стадионе Станицы Северской. 13 команд из школы района соревновались в нескольких спортивных дисциплинах. Военизированный кросс, метание ножа, стрельба, оказание первой помощи. Участвуют в таких состязаниях не только юноши, но и девушки. Станет время, когда и на ваши плечи ляжет эта функция защиты нашего государства. А вот эти соревнования, они помогают вам подготовиться к службе в армии и ощутить вообще, что это такое. Ежегодно в районе отмечается Всероссийский день физкультурника. Праздник собирает все, для кого спорт – образ жизни. В этот день проходят соревнования по мини-футболу, волейболу, уличному баскетболу и шахматам. Каждый должен знать, каждый родитель должен знать, что большой спорт начинается с малого. Вот с таких вот маленьких спортивных площадок, стадионов, дворовых игровых площадок, потому что тот, кто ведет здоровый образ жизни, является примером для детей и наших внуков. Хочу, чтобы и впредь мы занимали самые призовые места. Хочу, чтобы и впредь Северский район был передовым именно в спортивных достижениях. С праздником, дорогие земляки! Особой популярностью в районе пользуются единоборства. Так в селе Михайловском прошло первенство Северского района по вольной борьбе. Силами померились более 200 спортсменов из Краснодара, Горячего ключа, Анапы и Республики Адыгея. Северский район представляли воспитанники детских спортивных школ Станицы Азовской, поселка Афибский, села Михайловского и Станицы Северской. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты. Такие соревнования проводятся уже на протяжении 18 лет. В этом году впервые в Северском районе состояли состязания по армейскому рукопашному бою среди казачьей молодежи. Первенство на Кубок атамана кубанского казачьего войска прошло в поселке Афибский. Побороться за звание лучших приехали спортсмены шести казачьих отделов и одного округа. Рукопашный бой уже стал традиционным видом спорта для казачьей молодежи. Им увлекаются учащиеся казачьих классов, члены военно-патриотических клубов. Это сложный технически в то же время зрелищный вид спорта. Но не стоит забывать, что основа любого единоборства это не только физическая подготовка, но и духовная работа над собой. Я желаю вам мира и добра, счастья и благополучия. Вы на правильном пути и уверены, что с каждым годом ваши ряды будут пополняться новыми новыми ребятами, которые любят свою Кубань, уважают казачество и поддерживают все традиции и обычаи казачьего народа. Счастья и добра, мира и благополучия нашей городской Кубани, нашей великой России. Есть в районе и своя хоккейная команда «Северские волки». В нее входят как профессионалы, так и любители. Клуб активно участвует в краевых соревнованиях. Игры проходят на выездах, так и на домашней арене в клубе загородного отдыха. Помимо взрослой, есть одноименная детская команда. Ледовые баталии всегда проходят при активной зрительской поддержке. Есть в районе и собственный футбольный турнир памяти Андрея Андреева, который регулярно проводится в поселке Афибский. Это настоящий спортивный праздник для всех любителей футбола. Традиционно турнир проходит несколько дней. Самая зрелищная его часть – финальные встречи, в результате которых и определяется победитель. Также регулярно проходят игры на Кубок главы Северского района. Главная цель таких соревнований – пропаганда здорового образа жизни. Особое внимание детскому футболу. Международный день детского футбола ежегодно отмечается в Северском районе. На стадионе «Олимп» ежедневно тренируются десятки ребят разных возрастов. Не одно значимое событие в районе не обходится без показательных выступлений по акробатике. Это зрелищный техничный вид спорта. Акробатов Северского района тренируют Диана Горохова, Николай Клинченков и Юлия Никитина. Благодаря их работе юные спортсмены добили значительных успехов. Учащиеся отделения спортивной акробатики Северской детской юношеской спортивной школы вошли в состав сборной Краснодарского края. Помимо крепкого здоровья, спорт – это всегда хорошее настроение, повышение самооценки, расширение круга общения. В настоящее время происходит популяризация здорового образа жизни. Систематические тренировки делают человека дисциплинированным и ответственным. Эти качества характера необходимы не только в спортзале, но и в обычной жизни.